Наринмар готовится к Новому году. Тысячи горожан пришли в эти выходные в гостиную Деда Мороза. Это ежегодная ярмарка-мастерская, собирая тех, кто может показать, рассказать и научить, как встречать Новый год в лучших традициях. Подробности в нашем репортаже. Пожелания от Матушки Зимы, пожалуйста, крутите и вытаскивайте, что все сбудется. Предсказания здоровья, добра и веселых праздников. Например, нашей съемочной группе зима пожелала нескучных выходных вне дома. Ажурные ангелы на елку, вязаные варежки, медовые пряники, песни, танцы. Словом, все атрибуты настоящей ярмарки. Дом Нового года собрал под своей крышей лучших мастеров из Ненецкого округа. Гостиная и мастерская открыла двери сегодня для всех желающих, для гостей, для нашего города. Подготовка к Новому году на всех трех этажах Дворца культуры Арктика, в Зимнем саду, в этнокультурном центре, как всегда. Много мастер-классов, много сувернирной продукции, то, которую делают наши замечательные мастера своими золотыми руками. Более 40 мастеров, огромное количество творческих площадок. Размах нынешней ярмарки-мастерской по меркам Нарьинмара поистине громадный. Кажется, что весь город пришел сюда. И на трех этажах КДЦ стало тесно. За столом идет работа над гномиком. Гномиком на елку. Это такой детский простой мастер-класс, вот, если видно. И с которым могут спрать даже малыши. Да? Давай это скрутаем с тобой чуть-чуть. Сколько человек, ну, вообще практика показывает, да, мы здесь каждый год работаем, что за два часа у нас успевает, ну, порядка 20 человек. То есть все зависит от сложности мастер-класса. А этот мастер-класс рассчитан на взрослых модниц. Удивительно красивое льняное колье от мастерицы Марии Феликсовны. Не дает пройти мимо. Уровень сложности средний. Время изготовления – полтора часа. Сложно? По-моему, нет. Ну, это третье колье получится прям на пять и очень быстро. А за этим столом идет кропотливая работа. Каждый желающий может своими руками изготовить открытку для постояльцев пустозерского дома-интерната. У нас случаются вот такие открытки с картиночками. Картиночки у нас очень много, разные. Выбирают люди, выбирают и наклеивают на свой вкус. Добрые новогодние пожелания на самодельных открытках бабушкам и дедушкам. Антонина Сазоновна с любовью подбирает для своего послания узоры. А пока делает, обдумывает текст поздравления. Любимому другу там желаю в Новом году много радости, здоровья особенно. Постарел он, чтобы не радостно пришел. И вот видите, я ему как бы такую кольцо приготовила. Такую новогоднюю, даже в веселых. Как он увидел, и ему было приятно. Новый год кубический, научно-фантастический. Третий этаж ярмарки заняли современные технологии. Конструирование, программирование, управление дроном, рисование песком, мультипликация и робо-соревнования. Третьеклассник Рома Шевердин показал мастер-класс по собиранию лего с закрытыми глазами. Ну, я могу собирать с закрытыми глазами самолет. Ну, а не план. А как быстро это происходит? Сколько времени? Ну, наверное, минут две. А пятиклассник Кирилл Кузнецов сам проводит мастер-класс по мультипликации. А заодно ищет новые таланты. На его счету уже два мультфильма. Сергей Юрьевич Ладыкин, фотограф. В принципе, я его таким знаю. Он меня показал, как фотографировать, как вообще снимать, кадры, это все совместить, монтировать и так далее. 62 музыкальных номера, более 70 музыкантов. На протяжении всего мероприятия учащиеся и учителя детской школы искусств создавали новогоднее праздничное настроение. Второй год подряд этот культурный центр организует такое замечательное мероприятие «Дом Нового Года» и организует музыкальную площадку. Мы с удовольствием принимаем это приглашение для участия. И у нас просто очередь стоит желающих поучаствовать в этом концерте, потому что очень доброжелательная атмосфера, обстановка и очень новогодняя. Более тысячи горожан посетили дом Деда Мороза, а это значит старт празднику дан. Еще каких-то пара недель и Новый год на пороге.